так мы конечно же не первый раз приезжаем это замечательный город и так наконец-то мы вселились в наш sky апартамент это местная дубайская такая башня который находится в этом городе и почему выбрали ее потому что мы честно говоря здесь уже не знаю 5 раз и нам захотелось какое-то разнообразие нам нравится этот номер как он оформлен сейчас будем вас не знакомить значит обратите внимание или когда вы будете здесь в этом городе обратите внимание на то что они безумно любят винтаж то есть они одеваются винтажном стиле машины винтажном стиль все рестораны кафе которые мы видели они все винтажном стиле абсолютно и мебель в которую мы только не зашли она тоже винтажном стиле сейчас мы показываем стиль бренд мэйр мы уже в таком однажды в планке оставались это спальня в которой сегодня буду спать вот такая замечательная люстрочка винтажная вот такая кровать стиле бренд мэйр разумеется такой стол офисный с лампой прикольненькой кроват и шкаф шипомерчик все соответственно все оригинальное старинные 500 лет наверно всему этому но что самое интересное насколько удачно не подобрали под него паркет паркет то уж явно точно новый вот так это все замечательно выглядит здесь у нас вот такой интересный вид на домашний кинотеатр мебель такая у нас интересная это у нас соответственно студия здесь у нас зона где мы смотрим видео и вот это у нас вот это у нас кухня здесь у нас такая зона чила аута где мы можем посидеть на диванчике поваляться на пупиках разумеется разумеется все кофейный аппарат чайник вся кухонная утварь кофеварки и духовой шкаф все у нас есть зеркало у нас вот такое прикольнейшее под красное дерево и ныряем санузел еще сам не был здесь так санузел у нас красавчик потолок у нас речный ну душик стандартный но зачет зачетный у нас вакина смотрите на вроде вас виду простая выглядит прикольно отправляемся к нашему виду значит окна нас круглые полукруглые разные и вид у нас из окон иду 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 сейчас сам посмотрю сначала что у нас ждет ой а вид то на миллион наверное значит это вид на какую-то интересную речку кстати с этой стороны мосты не очень красивый а мосты у них такие же винтажные с обратной стороны баскетбольная площадка вот здесь собственно говоря аура обзор вас ждет немножко позже этого места мы отправляемся в местный аквапарк аура он так выглядит и аха находится вот не с этой стороны сейчас покажу где находится аха что такое что покажи что мы там обнаружили что мы называем заначкой да вкусно это инзе инзе до нас остали какие-то замечательные люди так а мы посмотрим этот иллюминатор и вон у нас аха видите вот это купольное здание вот то что купол это вот вот это вот это аха а вот это аура вот чем удобно то что мы сейчас не спустимся у нас будет яха развлекательный центр и аура и так мы находимся в тарту и это место называется sky апартамент если в букинге будете искать он рассчитан на 45 человек и стоит он 85 евро в сутки дал не успел он еще на букинге замараться восьмерочку держит хотя как когда может при открытии восьмерочка было но тем не менее sky апартаменты город тарту 8 баллов по версии букинг не знаю интересно для любителей винтажа и старины 100 процентов будет интересно вообще-то чтобы отдых мозгам сделать есть смысл приезжать в арту потому что здесь все необычного в амстердам приезжаете в амстердаме все необычное от природы там всему 420 350 лет советский союз отсюда ушел лет 20 назад и здесь шаблоны советского союза конечно же большинстве своем осталось но вот правильный архитектор города мне кажется повернул направление винтажность и они именно направлении винтажа работают у них все винтажные ну прям все и что меня заставить приехать в этот город обычный тихий эстонский провинциальный город которому нечего делать конечно же необычные вещи что-то еще не это мелочи жизни необычные вещи то есть мы с детьми конечно же нам нужно кого парк он здесь есть не сказать что он сильный но он есть ахо развлекательный центр это действительно шедевр а почему мы приезжаем тоже в пятый раз потому что здесь каждые три месяца обновляется экспозиция она того стоит смотрите обзоры ниже приложили наверху за обзоры за обзоры за экспозициями ваху мы собственно я сюда приезжаем но и насладиться всякими интересными вкусностями так из приятных вещей это куча ресторанов я не знаю не ошибусь если скажу что здесь это около полсотни они абсолютно все тематические и ну тайные все то есть вот мы забрели в такую берлажку нам понравилось но что интересно они очень старые все и все в основном винтажный то есть нам не получилось не увидеть ни одного ресторана традиционного с нормальной мебелью нормальный отдел интерьеров именно кругом винтаж то есть основной стиль и поэтому прогуляться по улице зайти в какой-то винтажный кабачок в этом есть какая-то и своя аура и своя такая фишка этого города посмотрите на какое меню здесь интересное принесли но эстонцы это не литовцы не латыши не поляки с хорошей кухни у них большая проблема но не такая проблема как в большинстве европейских стран все-таки россии немножко здесь ближе латвия есть чем-то допомогаемым хорошими кулинарными рецептами но в эстонии хорошо поесть для русской души не всегда получается здесь очень много мест где вы поедите плохо вот это факт но это был обзор апартамента а сейчас мы отправимся конечно же к местным для сопримечательностей и протестируем своей семьей ихний аквапарк который называется аура вот так выглядит вход в это здание входе как обычный для маленького провинциального аквапарка а вот тут уже поинтересней и и и Субтитры подогнал «Симон» Корректор А.Кулакова 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 А.Кулакова А.Кулакова